В России растет число больных раком. Такие данные приводит Минздрав. Онкологию чаще выявляют у мужчин, чем у женщин. Но медики не спешат паниковать. Они связывают рост числа заболевших не с резким увеличением количества раковых опухолей, а с улучшением диагностики заболевания. Как распознать опасное заболевание? Какие меры профилактики существуют? Об этом и не только мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии Иван Андреевич Капрен, заместитель главного врача Денцовской областной больницы по онкологии. А вопросы к гостю в студии вы можете задать по телефону прямого эфира 8-495-508-86-84. Здравствуйте, Иван Андреевич. Здравствуйте, Евгения Васильевна. Я предлагаю немножко отклониться от сценария и начать со знакомства. Расскажите, как вы стали доктором и почему выбрали такую, прямо скажем, непростую специализацию? Ну, для меня это такая семейная история. У меня отец доктор, я с детства видел, как это всё происходит, и мне всегда хотелось идти по его стопам. У меня в семье и брат тоже доктор, и младшая сестра учатся тоже на доктор, поэтому такая небольшая у нас получается династия. Да, поэтому я даже не раздумывал, сразу пошёл. Единственное условие, конечно, было то, что перед тем, как идти в институт, я должен это всё прочувствовать на себе и проверить. И я санитаривал в своё время, и потом понял, что да, я в принципе готов, мне это нравится. И вот такой путь прошёл. Сначала институт, потом ординатура, аспирантура. А почему именно онкология? Ведь достаточно такая непростая, ну, как мне кажется, сфера. Ну, для меня это было просто интересно. Я всегда хотел быть хирургом, и в онкологии хирургия – это большая хирургия интересная. И вот решил в этом плане развиваться. Ну и, конечно, подсказывали, в каком направлении лучше, в каком направлении, где интереснее, где что. Я попробовал, мне понравилось. Не пожалели? Нет, очень счастлив. А вот насколько сложно не пропускать истории пациентов через себя? Ведь истории все такие достаточно непростые, ну, в общем-то, можно сказать, драматические. Ну, конечно, психологически бывает, что пациенты влияют на нас, на всех докторов, да. Потому что у каждого свои проблемы, у каждого это заболевание достаточно серьёзное. Многие люди приходят, к сожалению, к нам уже, когда терминальная стадия, и мы не можем, в принципе, помочь ничем. Конечно, отчасти сопереживаешь и как бы на себе это всё через себя пропускаешь. Но, с другой стороны, когда мы делаем добрые дела и получается вылечить человека, вот эти вот благоприятные такие хорошие эмоции, мы тоже получаем. И благодарность тебе. Поэтому, вот, видимо, какой-то вот этот баланс, он помогает нам с этим со всем справляться. Ну и люди, которые нас окружают, добрые, тоже в этом нас в плане поддерживают. И вы, благодаря вам тоже, для нас это большая поддержка, и мы очень в этом плане рады. Вот, кстати говоря, снимали День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи. К нам подошёл мужчина, который, собственно, приехал туда для того, чтобы сказать доктору спасибо. Вот, по его словам, организовано всё прекрасно. Пациенты вовремя получают помощь без лишней нервотрёпки. И за это он хотел сказать всем большое спасибо. Передаю вам его слово, но хотел сказать лично, но, к сожалению, не успели его записать. Ну, это, видите, это приятно, когда есть такие положительные отзывы. Это, конечно, всё благодаря нашему Минздраву, который выстроил весь этот путь. И благодаря моему руководителю, главному врачу больницы Андрею Васильевичу Фадееву, потому что он очень сильно уделяет этому большое внимание. Он сам онколог, насколько я помню. Он сам онколог, он, конечно, за этим всем следит, держит всё на контроле. И поэтому тут и весь коллектив, конечно, весь коллектив работает независимо от санитарка, медсестра, врач. И всё это вот в таком общем, когда мы все соединяемся, этот коллектив работает на всю катушку, то, видите, получаются такие вот хорошие, приятные моменты. Безусловно, это действительно очень приятно. Давайте начнём с теории, вот что же такое рак? И есть ли какие-то группы риска, которые, может быть, особенно расположены к этому заболеванию? Ну, рак – это вообще такой собирательный термин о злокачественных заболеваниях. Он может развиться совершенно в любых органах злокачественного образования. В принципе, как это всё происходит, я так скажу, чтобы для людей было понятно. У нас делятся в организме клетки. Наступает такой момент, когда эти клетки начинают делиться неправильно. И тут либо какой-то фактор был, либо генетические сбои, либо факторы риска. Сейчас я чуть позже расскажу, они разные. Это даже по порядку. Да. И иногда бывает, что иммунитет пропускает это деление клеток неправильное и не уничтожает эти клетки. И вот далее получается, что злокачественное образование начинает расти. Также оно может перемещаться по лимфатическим сосудам, распространяться. Тем самым люди говорят, что метастазы. Откуда у нас метастазы? Потому что, к сожалению, идёт распространение этой истории. Поэтому это всё, что касается рака в общем. Что касается факторов риска. Факторы риска могут быть… Что мы выделяем, доктора, в первую очередь? Это, конечно, что доказано. Курение. Курение у нас как раз провоцирует. Это не означает, что все, кто курит, у них будет 100% заболевания рак лёгкого. Но мы знаем, что этот фактор очень сильно влияет. Неправильное питание, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни. Вот эти все факторы такие общие, которые влияют. Есть канцерогенные факторы, химические факторы, биологические факторы. Это целый онколикбез, такой можно в эту историю погружаться. Но надо, я думаю, что нашим телезрителям чётко понимать, что нужно всё, чтобы было всё в меру. И нужно за собой следить. Тогда мы эти факторы риска немножечко от себя отодвинем. Всё-таки здоровый образ жизни не просто так назван здоровым образом жизни. Да, но, к сожалению, знаете, приходят к нам спортсмены, говорят, я не пью, не курю, занимаюсь спортом, и вот я заболел. Но вот, к сожалению, у него такой путь. Это может быть и генетическая какая-то предрасположенность. Конечно, конечно, семейный анамнез для нас очень важен. Ну и потом люди, конечно, должны проходить просто обследование для того, чтобы выявлять как раз какую-то настороженность. Какие виды онкологических заболеваний сейчас чаще всего диагностируете? Ну, есть лидеры, безусловно, эти лидеры, они из года в год, бывают, иногда меняются местами. Это рак молочной железы, рак лёгких, рак кишечника, рак кожи, рак предстательной железы. Это, в принципе, лидеры такие, которые, извините, которые на первых местах. Вот, да, вы сказали о том, что очень важно всё это диагностировать вовремя. А что, как правило, затрудняет диагностику? Поздно обращаются пациенты, может быть, смазана симптоматика какая-то? Ну, в первую очередь, конечно, это наша с вами дисциплина. К сожалению, это может быть отчасти и наша вина, что мы… Пока почки не отвалились, мы к врачу не идём. Конечно, да, люди терпят до последнего, а злокачественное образование, рак, он не болит до тех пор, пока не происходит какой-то сбой в организме, когда он уже достиг определённого, так сказать, роста, да? Вот, поэтому тут, конечно, важно, во-первых, за собой следить и изучать. Сейчас очень много есть брошюр, которые висят во всех поликлиниках, которые есть на сайтах Минздрава и России, и Московской области, которые развешаны также на сайтах больниц. Там описано, рассказано, что нужно сделать, в каком возрасте, какие обследования должны проходить мужчина и женщина. То есть происходит такое обучение, да? И мы с вами вот тоже сегодня здесь собрались, разговариваем. Как раз с этой целью. Мы тоже со своей стороны, да, мы с вами как раз народу подсказываем, как нужно и что нужно сделать. По крайней мере, обратить внимание. Дальше надо прийти, а доктор уже, если что, подскажет, если есть вопросы. Надо просто собраться и пойти в больницу. А вот, может быть, есть какие-то единые симптомы, которые могут говорить доктору, наверное, в первую очередь, о том, что что-то в организме не так и стоит обратиться, может быть, как минимум за консультацией к онкологу? Да. Ну, и не только доктору, но и пациенту, да? В первую очередь же пациент занимается самоисследованием, да? То есть, знаете, открыл медицинскую энциклопедию, обнаружил у себя все. Да, если речь идет, допустим, там о женщине, да, о раке молочной железы, если вдруг женщина почувствовала, что у нее есть какое-то уплотнение в молочной железе, либо какие-то выделения непонятные, то это уже говорит о том, что надо идти к врачу. Само не пройдет. Само не пройдет. Но даже если пройдет, да и слава богу, но если это появилось, многие же начинают как раз терпеть и ждать. Нет, лучше сходить к специалисту, он просмотрит, проконсультирует. Если это какое-то просто там воспаление, да, или специалист женской консультации посмотрит на УЗИ и скажет, надо наблюдать. Если специалист женской консультации увидит, что там подозрения есть, он отправит уже к нам, к онкологам, и мы уже по полной займемся этой историей. Следующее. Если, допустим, пациент чувствует слабость, вдруг внезапно вот все слабее и слабее, да, усталость большая, похутел на 10% резко за месяц от общей массы тела. Если он видит, что у него в кале есть какие-то примеси слизи или крови, или у него вдруг запоры стали появляться, или наоборот диаре, или чередуются запоры с диареей. Если он кашляет, если у него кашель не проходит в течение месяца, и терапевты видят, что это не пневмония или не наша сейчас ковидная история, то тоже нужно задуматься, надо хотя бы пройти обследование. Вот, в принципе, такие общие. Также, если какие-то примеси в моче, да, обнаружил человек кровь, тоже. Это звоночек. Что-то не так. То есть все это видит человек, на самом деле. Если он будет внимателен к своему организму. Просто стесняются на это, как бы обратить внимание и пойти к доктору бояться. Но сейчас, к сожалению, да, я занят, у меня работа, я не могу, времени нет. Да, потом бывает, что это циклично, понимаете. Началось, прошло. Потом опять. Ну, думает, а это, наверное, связано вообще совершенно с другим. А вот. А как часто и к какому врачу нужно ходить, чтобы проверить свой организм, нет ли там чего-то нехорошего? Разработаны методички специальные, разработаны Минздравом. Есть по возрастной как раз разделение, я об этом ранее говорил, что нужно проходить обследование мужчинам и женщинам. Можно зайти на онкопортал, можно зайти на сайт Минздрава спокойно. И там все прям четко расписано. У нас, кстати, в поликлинике номер один висит этот тоже плакат. В нашем центре амбулаторно-онкологической помощи там все расписано. Можно обратиться, посмотреть. Каждый для себя человек выберет свой возраст, выберет свой пол и увидит то, что нужно ему пройти. Какой диспансеризации? В принципе, алгоритм действий есть, осталось только на чем действовать. Есть он стандартный, он стандартный во всех больницах. Все можно посмотреть, есть люди стесняются, сами открыли, посмотрели и пошли. Центр амбулаторно-онкологической помощи в первой Одинцовской поликлинике по праву считается одним из лучших не только в Московской области, но и в России. Современная техника позволяет максимально быстро и точно поставить диагноз. О подробности в нашем материале. Обычная родинка под прицелом дерматоскопа выглядит очень фактурно. Так называемая современная интеллектуальная система ставит первичный диагноз пациенту за считанные минуты. Оптическая система, потом оптическое изображение передается на экран. И здесь встроено программное обеспечение. Доктор включает анализатор, который определяет в течение нескольких секунд, что это за образование. И выдает определенную шкалу от нуля до единички, да, с уже оценкой этого образования. Хорошая, да, это зеленая зона, желтая это зона, которая требует наблюдения. И красная зона это однозначно уже подозрение на что-то нехорошее. Уже год на пятом этаже здания Одинцовской поликлиники номер один функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи. Приемные кабинеты, кабинет биопсии. В дневном стационаре пациенты проходят химиотерапию. Все оснащено по последнему слову техники и максимально удобно для больных. Такое оборудование есть не в каждом даже крупном онкоцентре. Работает шесть квалифицированных специалистов. У нас следующий этап. После того, как мы завершили полный цикл обследования, установили диагноз. Мы отправляем пациента на врачебный онкологический консилиум. Так делают практически все врачи-онколога. Онкологи Московской области, поскольку маршрут у нас именно так прописан Минздравом. На консилиуме у нас присутствуют врачи-химиотерапевт, радиолог, который должен дать рекомендацию по лучевой терапии, врач-хирург. Ну и, собственно говоря, иногда могут приглашаться какие-то иные специалисты, так как мы понимаем, что онкология – это не билет, который вытянул счастливый пациент. И он теперь навсегда освобожден от гипертонической болезни и прочей хронической патологии. Для пациента с онкологическим заболеванием каждый день на счету. Современная техника, грамотные специалисты и точный диагноз спасают жизни. А непосредственное соседство Центра амбулаторной онкологической помощи с другими врачами Одинцовской больницы облегчает работу онкологам и повышает качество медпомощи. В прямом эфире УТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о профилактике онкологических заболеваний. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Кроме того, свои вопросы гостю в студии вы можете задать в Инстаграме. Там тоже сейчас идет прямой эфир. Иван Андреевич, расскажите, пожалуйста, когда Центр амбулаторной онкологической помощи начал свою работу? И какие его основные задачи? Центр амбулаторной онкологической помощи в Одинцовской областной больнице был открыт в октябре 2020 года. Там объединили всех онкологов нашей больницы, посадили в этот центр. Также у нас есть возможность... Вообще в чем смысл Центра амбулаторной онкологической помощи? Это очень важное звено по выявляемости онкологических заболеваний. У наших специалистов есть так называемый зеленый коридор. У нас свой специалист УЗИ, у нас свои специалисты эндоскопии, которые выполняют колоноскопию и газоскопию. У нас зеленый коридор по записи на АКТ, на МРТ. Тем самым пациенты у нас в более минимальный срок могут пройти все обследования и весь цикл. Также Центра амбулаторной онкологической помощи является таким звеном соединения амбулаторного этапа и стационарного этапа, где люди проходят лечение. Либо это химиотерапия, либо это хирургическое пособие, либо это лучевая терапия, либо комбинированные бывают методы лечения. Поэтому после того, как прошел человек лечение, он опять возвращается на наблюдение в Центре амбулаторной онкологической помощи и за ним ведут пристальное наблюдение, чтобы человека, если вдруг рецидив, дальше начинать лечить, либо просто наблюдать, если человек здоров, слава Богу, для нас это самая важная цель. Поэтому Центр амбулаторной онкологической помощи выполняет огромную функциональную нагрузку и мы видим, что в Московской области в этом году еще открыли несколько центров. Насколько нагрузка на все остальные специалистов, она сразу снизилась. И для пациентов это очень важно и удобно. Для пациентов это очень важно и удобно. Конечно, пациент приходит, грубо говоря, в одно здание и максимально его там прокручивают, и он минимально сидит с пациентами другого потока, которые просто поликлинические. Это очень важно. Это важно еще и на психологическом таком уровне, потому что пациенты между собой беседуют. И когда они иногда слышат, что с ними рядом сидит пациент, у которого заболевание, они немножечко пугаются. В этом плане, конечно, тоже нужно, дорогие граждане, всех в этом плане тоже поддерживать. Если вы не болеете, кто-то рядом болеет, то этого бояться не нужно, нужно наоборот поддержать. Безусловно, тут взаимовыручка, взаимопомощь. Да, это очень важно. Психологический настрой – это вообще 70% успеха лечения пациента. Если он настроен, если у него такое окружение, то успех гарантируем. Немножко опережаем вопрос, но, тем не менее, раз зашла речь о психологической поддержке, вот в центре как-то вы ее оказываете, ведь на самом деле настрой пациента очень важен. Люди сталкиваются с диагнозом весьма непростым, который чреват определенными последствиями. Как помогаете пациенту, помогаете ли настроиться на выздоровление? Тут больше, конечно, в данный момент зависит от доктора, как он беседует с пациентом, как он ему все рассказывает. Очень важно ответить на все вопросы, максимально попытаться. Мы, конечно, понимаем, что у наших онкологов, у них прием ограничен. Им нужно за это время сделать все и осмотреть пациента, и изучить всю документацию. Но если доктора настроены, опять же, положительно, и с пациентом разговаривают на одном языке, и пытаются ему помочь, и пациент видит это доброе отношение, то это очень такой важный момент. Что касается глобальной психологической поддержки, мы на будущее думаем, пока что еще это в таком зарождении. Во многих федеральных институтах есть как раз психолог-онколог, который четко занимается именно этими пациентами. Он занимается пациентами, которые находятся на стационарном лечении, беседуют и тоже помогают. Потому что бывает, что после операции очень важно тоже пациента настроить. Есть же калечащие операции у нас в онкологии, и пациент, он не ожидает этого. Ему как бы все объясняют, ему все рассказывают. Но когда он просыпается после операции и видит, что у него произошло, конечно, ему нужна помощь. Поэтому я думаю, что рано или поздно вообще в больницах и Москвы, и Московской области, и вообще России будет такая помощь. Просто не все сразу, все будет постепенно. Я думаю, что к этому пройдем. А кто может обратиться за помощью в центр? Это только те люди, которым диагноз уже поставлен? Значит, смотрите, да, тут очень важная такая история, что пациенты, которые у нас находятся на наблюдении, понятно, да, у которых есть онкологическое заболевание, которое уже лечились, они к нам могут обратиться, потому что они на диспансерном наблюдении. Мы обязаны за ними следить. Если пациент вот по своему желанию просто хочет попасть к онкологу, у него не было такого заболевания, он должен обратиться к терапевту, либо к узкому специалисту, хирургу, травматологу, гинекологу. Все зависит от того, что именно его тревожит. Если узкий специалист заподозрит, хоть малейшее будет у него понимание, что да, тут может быть злокачественное образование, он его уже переправит, запишет к онкологу, к нам, в ЦАУП. И тогда мы уже его обследуем. Если мы диагноз подтверждаем, то мы продолжаем дальше лечение. Это вот тоже как раз диспансерное наблюдение. Ну, либо лечение. Если мы диагноз, как бы у нас нет данных, что это злокачественное образование, либо вообще какое-то заболевание, мы этого пациента возвращаем обратно либо к терапевту, либо к урологу, ну, к узким специалистам. Давайте поговорим об оснащении центра. Частично в сюжете мы уже рассказали, но хотелось бы подробности. Ну, в центре амбулаторно-онкологической помощи у нас есть все виды диагностики, как я уже говорил ранее. Это КТ, МРТ, клоноскопия, гастроскопию мы выполняем, маммографию мы выполняем, рентгеновские исследования мы выполняем. Также у нас есть еще вот фотофайндер, как раз который прозвучал в этом ролике. Это все новое оборудование, которое было поставлено, как раз поликлиника, она была модернизирована. Это тоже было сделано в 2020 году, она открылась после ремонта, поэтому все оборудование новое. И, наверное, это очень здорово помогает в том плане, что мы имеем очень хорошую диагностическую базу. Все оборудование на высшем уровне, наши доктора обучены на нем работать, поэтому у нас в этом плане нету никаких страхов, что мы что-то пропустим. И, дорогие телезрители, я вас уверяю, что доктора знают, что они делают, знают, как они это делают, и мы спокойно можем заниматься диагностикой. В самом начале в подводке я сказала, что число больных раком в России растет. И это не потому, что увеличивается количество опухолей, а потому, что диагностика стала лучше. Отчасти, конечно, выросла именно диагностическая база. И доступность выросла. Мы как раз для чего созданы ЦАОПы по России. Также доступность. И в связи с тем, что мы увеличили доступность, увеличивали диагностическую базу, мы можем заявить точно, что у нас и выявляемость вырастает. Это одно из самых, кстати, главных направлений, которые нам устанавливает Минздрав, что мы должны это делать и бороться в этом плане все лучше и лучше, улучшать эти цифры. Это наша задача, одна из задач. До встречи. Сначала никак себя не проявляла, но затем стала беспокоить хозяйку. Сейчас она стала чуть-чуть выпуклой. Немножко беспокоит то, что она меняется. Хотела бы убедиться, что все в порядке. Давайте тогда сделаем эндромотоскопию прицельно. И уже увидим вашу родинку в десятикратное увеличение. Процедура быстрая, безболезненная и очень эффективная. Родинку за считанные секунды можно рассмотреть в деталях и дать первую оценку ее состояния. Абсолютно доброкачественное образование. Пигмент расположен равномерно. Никаких изменений я не вижу. Асимметрии тоже не наблюдается. Сегодня родинка не представляет опасности, но все может измениться. Поэтому специалисты рекомендуют внимательно относиться ко всем образованиям на коже и не затягивать с диагностикой. Что и сделали пациенты Центра амбулаторно-онкологической помощи Одинцовской областной больницы. Меланома является одной из самых агрессивных опухолей, интересных. И с учетом того, что локализация ее находится на поверхности и диагностика меланомы, она, в общем-то, не представляет для специалистов при надлежащем оснащении сложностей, то, в общем-то, конечно же, она должна верифицироваться и обнаруживаться на ранних сроках, к чему мы, собственно говоря, стремимся и для чего мы сегодня организовали это мероприятие по раннему выявлению злокачественных образований, в частности, меланомы кожи. В течение дня любой желающий мог пройти диагностику и сразу получить заключение врачей. По предварительным результатам у нас уже есть несколько случаев, которые подозрительно уже врачами взяты морфологические соскобы, для того, чтобы передать это все в цитологическую лабораторию и для того, чтобы уже дальше по мере получения результатов пациента приглашать на лечение. Подобные акции будут продолжены. Задача врачей – раннее выявление злокачественных новообразований и незамедлительное лечение пациентов. В прямом эфире ТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о профилактике раковых заболеваний. 8495-508-86-84. Телефон прямого эфира. Кроме того, свои вопросы вы можете оставлять в социальной сети, Инстаграм, там сейчас тоже идет прямой эфир. Иван Андреевич, мы всю жизнь подвели предварительные итоги дня открытых дверей в Центре амбулаторно-онкологической помощи. Теперь уже можно подвести окончательно. Насколько результативным было мероприятие? Да, я могу поделиться с вами цифрами. Посетило 37 человек данный день открытых дверей. 37 этим пациентам было выполнено 41 исследование. То есть всем была выполнена дерматоскопия, плюс 4 пациентам понадобилось выполнять цитологию, соскоп, образование. То есть были подозрения какие-то? Да, сразу были подозрения. В итоге по финалу у нас получилось, что из 37 человек, 5 человек мы выявили, было качественное образование кожи. То есть достаточно большой процент. Эти люди сейчас занимаются лечением. И я думаю, что все будет хорошо. Вот в данной ситуации можно сказать, что выявили вовремя? Да, конечно. Конечно, для этого день открытых дверей и есть. Притом я могу сказать больше, что этот день открытых дверей проводится не только у нас в больнице, в центре амбулаторно-онкологической помощи. День открытых дверей проходит минимум ежемесячно в каждом центре амбулаторно-онкологической помощи по всей Московской области. Что касается выбора направления, то выбирает либо организация, либо мы пытаемся приурочить к какому-то празднику. Вот в октябре была неделя борьбы с заболеванием рака молочной железы. У нас был день открытых дверей по раку молочной железы. Поэтому мы всегда пытаемся в этом плане что-то придумать, чтобы и приурочить, так сказать, чтобы и пациентам тоже как-то было удобнее, потому что все это рекламируется, и люди это слышат. Они думают, да, вот надо пойти, наверное, если это везде все объявляется. Ну и как мы видим, результат есть, поэтому ходить однозначно нужно. Результаты есть, ходить надо однозначно. Потом нужно понимать, что это же делается еще... Люди начинают друг друга приглашать. Понимаете? Вот они сказали... Страфанное радио – это самая лучшая источник информации. Конечно, они говорят, в сайте день открытых дверей мы там пришли, нам сделали обследование, как здорово, и вот там у моего товарища выявили или у моего товарища там опровергли. Тем более оборудование современное, на самом деле, достаточно интересное само исследование. Поэтому стоит того. Что касается вот данного оборудования, тем более, да, заболевания кожи. Мы с вами прекрасно понимаем, что у нас, наше население, нам не очень можно быть на солнце. Но наши люди очень любят ездить, загорать, отдыхать. А дачный загар один чего стоит. Это как раз один из факторов риска заболевания кожи, который очень сильно влияет. И у нас, у онкологов, есть такое понимание, что кожа должна быть чистой. То есть у человека есть какие-то новообразования, родники, надо либо с ними попрощаться, либо нужно за ними наблюдать. Также, если эти образования кожи находятся на каких-то местах, где всё время идёт травматизация одеждой или бельём, то это тоже нужно обязательно убрать, даже если оно доброкачественное. Потому что эти образования, которые хронически травмируются, они могут переродиться, сказать, малигнизироваться в благокачественное образование. Поэтому люди должны на это тоже внимания сильно обращать. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Алла Васильевна. Очень приятно. Город из города Горицына. Задавайте ваш вопрос. Очень хорошо рассказываете, очень интересно. Но дело в том, что город Горицына не так далеко находится от города Агенцова. И чтобы узнать, когда проходят вот такие акции, по раку груди, родинки, это просто нереально. В городе Горицына никто ничего не знает об этих акциях. А вы в социальных сетях есть? Пользуетесь социальными сетями? Да, конечно. Но дело в том, что поймать вот это, когда и какого числа это происходит, это нереально. Иван Андреевич сейчас ответит. А я могу от себя сказать, что мы активно анонсировали в своих соцсетях, на страничке Одинцовской областной больницы, был анонс за какое-то время до дня открытых дверей. Я расскажу. Более того, есть онкопортал Московской области, так называемый. Он работает сейчас. Там тоже анонсируют за две недели до того, как у нас какое-то мероприятие. Обязательно мы просим. И вы его также в Инстаграме анонсируете. Безусловно, приглашали. Мы на сайте нашей больницы, в Инстаграме нашей больницы тоже анонсируют. Может быть, пропустили, что-то не увидели, поэтому так получилось. Но ведь такие дни будут проходить и в дальнейшем, правильно? То есть переживать не стоит. Да, у нас ежемесячно будут проходить такие дни, не переживайте, вы можете попасть. Просто повнимательнее надо следить за соцсетями, там достаточно много новостей. Я думаю, что случайно пропустили. Ну, в этом ничего страшного нет. Ну, Инстаграм, Одинцовская областная больница, все анонсы, все там. Инстаграм, онкопортал. Онкопортал – это одно из... Там вообще анонсы. Идет по всем организациям Московской области, где, когда, какие будут проходить. Это такой один из, я считаю, удобных. Иван Андреевич, мы с вами говорили преимущественно об оказании амбулаторной онкологической помощи, но есть и стационарная онкологическая помощь в Одинцовском округе. Вот расскажите, пожалуйста, про это. Да, у нас в Одинцовской областной больнице, кроме центра амбулаторной онкологической помощи, имеется также отделение онкохирургии. И отделение онкохимиотерапии круглосуточного пребывания. Это находится в нашем подразделении Перхушково, Можайское, шоссе, дом 4. Что касается химиотерапии, также там можно выполнить и дневной стационар. У нас там есть несколько, так сказать, кресел. И круглосуточный. Мы проводим там все виды лечения химиотерапии. Поэтому все пациенты, которые в этом нуждаются, они проходят у нас онкологический консилиум. Если мы видим, что им нужно проводить данное лечение, они к нам госпитализируются. Притом у нас в плане очереди госпитализации нет. Самое главное для пациента – это просто сдать анализы, те, которые нужны перед каждой химиотерапией. Это очень важно. Мы не можем упустить какие-то сбои, потому что мы должны пациента, в первую очередь, не калечить. Мы ему должны помочь и должны его вылечить. А химиотерапия – это такое лечение, которое влияет, к сожалению, не только на, так сказать, плохие клетки, но и на здоровые органы. Бывают кардиотоксичные, бывает, что и клетки крови страдают. Мы за этим пристально следим. Многие пациенты, кстати, не понимают, зачем мы их заставляем это делать. Вот я вам объясняю, что это очень важно. Важно, в первую очередь, для вас, потому что вам хотим помочь. Что касается отделения онкохирургии… Давайте прервемся. У нас есть звонок, и потом начнем с отделения онкохирургии. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Надежда Яковлевна. Надежда Яковлевна. Здравствуйте, Надежда Яковлевна. Задавайте вопрос. Вы знаете, у меня на лопатке была родинка. Она была на небольшой ножке. Сейчас она стала какая-то расплывчатая такая. плоская. И самое главное, что наверху этой родинки у меня… Я вот была у дерматологов Голицына. Она сказала, что это уголь. И меня, конечно, это очень волнует и беспокоит. Она сказала, вроде как, ничего страшного, но я очень переживаю. Спасибо, Надежда Яковлевна, за вопрос. Мы сможем как-то личные данные Надежды Яковлевны запросить. А ставьте, пожалуйста, ваш номер телефона нашему редактору, чтобы с вами потом могли связаться представители больницы. Да, мы свяжемся, пригласим к себе на осмотр, обязательно посмотрим, всё расскажем, что ожидаем. Вот Надежда Яковлевна очень правильно заметила, что у неё начала меняться структура этого образования. Это, конечно, не означает, что это что-то плохое, но это один из таких факторов тоже, которые стоят. Повод задуматься и надо изучить. Поэтому, Надежда Яковлевна, не переживайте. Мы с вами свяжемся, посмотрим и всё вам расскажем. Если нужно будет, направим, вам это удалят всё равно, если вам это мешает. А теперь давайте про отделение онкохирургии, на котором мы остановились. Да, отделение онкохирургии у нас в данный момент выполняет все виды хирургических вмешательств и проводятся и лапароскопические операции. Нам в том году Минздрав сделал большие поставки по этому оборудованию. Это, конечно, очень здорово. Мы теперь можем высокотехнологические операции выполнять, и торокоскопические операции, и все виды открытых операций. В принципе, весь объём, касаемый онкохирургии, мы выполняем. Единственное, что на данный момент мы не выполняем, это заболевания костей, если мягких тканей, то мы направляем в федеральный институт. Есть распоряжение муршизизации, которое мы должны выполнять, и мы по этому распоряжению отправляем. И также заболевания органов головы, шеи, ротоглотки мы также направляем по муршизизации. Вот мы этими не занимаемся локализациями, поэтому... Единственное, у нас в следующем году, в 2022 году, ждёт некоторое изменение, поступает в силу приказ 116-Н. Он нас в этом плане немножечко заставит переделать муршизизацию пациенту. Но когда это распоряжение выйдет в маршрутизацию, мы это всё как бы объявим, у нас будет анонс, и я думаю, что у людей будет понимание, как дальше действовать. Это всё делается во благо, опять же, пациентов, чтобы всем была оказана специализированная профессиональная помощь. Знаете, как бывает, иногда приходишь к специалисту, он говорит, а давайте-ка мы вам сделаем операцию. А может быть, операция в этом плане не нужна. Вот для этого, для большего такого контроля, и делается эта новая маршрутизация. Это очень важно, дорогие телезрители, чтобы оказывали именно настоящую такую специализированную и профессиональную помощь. Следующий вопрос такой, как мне кажется, достаточно сложный, но в наше время всемирный паутин и открытого доступа к различным источникам информации очень актуальны. Очень часто люди, которым поставили диагноз онкологии, обращаются к целителям, к народным методам. Вот как вы к ним относитесь, могут ли они вообще быть эффективными? Мы работаем в медицине, нас и наука онкологии, она нас заставляет обращаться только к проверенным наукой данным. Поэтому всё, что касается лечения, которое специализированное показываем, мы опираемся как раз на научную базу, которая собрана уже многими годами, многими странами мира. Всё это на многих сообществах онкологами ежегодно обсуждаются, делаются какие-то поправки, к чему-то новому приходим. Поэтому алгоритм действий, он везде одинаковый, и он очень строгий. Онкология – это такая военная дисциплина. Если у нас какие-то идёт, конечно, развитие, что-то новое, мы к этому присматриваемся, проходят исследования клинические. То есть всё как положено. Всё как положено. Всё, что касается нетрадиционной медицины, каких-то там отваров, мы, к сожалению, рекомендаций никаких не можем дать, да и не даём. Потому что мы не знаем, как это повлияет на организм, и, может быть, это, наоборот, будет какой-то таргетной точкой, чтобы запустить какую-то другую историю, такую не очень хорошую. Поэтому мы к этому относимся никак. Нужно доверять медицине, а не каким-то шарлатанам, которые почему-то решили, что они могут лечить людей, забирая самое драгоценное время. Да, они забирают время обманывать людей, к сожалению. У кого-то деньги вообще вымогают, тоже надо понимать. Но тут, опять же, мы должны с вами работать в оплатном плане усиленно, потому что человек, когда узнаёт, что он заболел этим недугом, он, конечно, готов сделать всё и пойти к кому угодно. Поэтому, если мы будем почаще с вами делать такие эфиры, снимать программы, спасибо вам, мы уже много сняли программ, то я надеюсь, что народ в этом плане будет более образованный и мы победим все вместе. Будем стремиться. Спасибо большое, Иван Андреевич, что пришли к нам сегодня в студию. Дорогие телезрители, берегите себя и доверяйте только специалистам. Увидимся на канале ОТВ. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...